привет любители пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и сегодня у нас скорее не гайд а занимательная цива 5 я вам покажу как читерят в 5 циве точнее ну не инструменты не инструмент я даже не хочу в этом разбираться и показывать в принципе а что читеры реально существуют это была сетевая игра на шестерых и я сейчас загружу 110 ход когда возникли подозрения по поводу игрока за индию я в этой партии играл за корею и шел вторым по производству первым был зулус тогда у меня там было что-то в районе 140 у зулуса 150 производства и вот англия объявляет войну индусу я открываю демографию и вижу 280 производства причем первым забил как раз англичане типа откуда у тебя 280 производства вот смотрите за загружаем сейф не все клетки даже обработаны обратите внимание ни одного вот я уберу свою рожу ни одного каравана не бегает в принципе заходим в мумбаи 127 производства вы видите где-то в городе давайте посчитаем просто 2 3 4 6 7 8 9 10 10 от клеток и предположим еще 2 12 10 производства пускай 15 производства здесь пишет что у тебя 88 производства от клеток 88 причем никаких рисинков не было рассинхронов не было чувак себе просто нарисовал в голове в городе 127 производства давайте дальше переключим вот например 16 производства виджая нагара причем тут холмы хоть какие-то есть да то есть она выглядит как столько 21 производства нормально а вот еще один нарисованный город 87 от клеток 82 тут конечно побольше тут холмы видны но даже с этими холмами тут не может быть 87 3 5 7 9 11 и город 13 13 производства тут должно быть ну мы не считаем еще модификатор у него еще религия есть которые там проценты добавляет ну сами понимаете что ничего не может быть вот в двух двух городах нарисовался производства причем это так работал что когда ливнул почему ему сказали что ты читер когда ливну у компа все это производство оставалось в этих городах понимаете и вот в этом конечно большая проблема сетевых партий вот прошлый стрим например или позапрошлый я уже не помню там чувак тоже как за золусов он там играл за золусов в дуэли когда я не понимал он играет через волю строит куча чудес и у него еще хватает но ему еще хватает на армию которую я ему убиваю при этом но там он хотя бы по умнее делал он не сильно вперед он как-то так рисовал потом видимо откатывал чтобы не было видно в демографии этот не заморачивался он не был в топе по демографии пока ему не объявили войну как только ему объявили войну он сразу себе не не ни в чем себе не отказывая тут сотку производства нарисовал и там еще 80 производства нарисовал ну и вот если вот с таким отмороженным встречаешься сразу видно а в других случаях ты просто чувствуешь что этого не может быть к ты много играл в эту пятую целу да у тебя просто по ощущениям к ты видишь территорию понимаешь где игрок на хоть у тебя по ощущениям есть что такого просто не может быть и вот эта проблема я поэтому когда у меня было сообщество я в определенный момент заставлял то есть у тебя турнир тут и просто обязан видео записывать своего своей игры потому что иначе вот пожалуйста вот такое просьб раньше еще было что рассинхроны там знаете как делали там просто люди как-то себе через сейф как-то рисовали из-за этого был рассинхрон и на один ход на один ход тебе прописывалось там либо много культуры либо много производства сейчас какие-то инструменты вообще есть что ты просто вот дорисовал я даже сейф загружаю понимаете сейф загружаю комп продолжает играть за индию и у него просто дополнительно нарисованное производство из ниоткуда просто тут нету написано 86 производства от территории на территории мы только же посчитали 13 молотков ну то есть просто куда-то добавлено скрыто каким-то образом сделано куча производства за счет которого человек сидит играет другой вопрос конечно с его умственными способностями и вообще зачем это делать в сетевой игре если ты ходишь хочешь так побеждать в сетевой игре давай мы тебя признаем просто победителем сразу зачем рисовать вот это то есть ну у тебя же нету ощущения превосходства тогда ты побеждаешь просто за счет читов ты же не обыгрываешь людей за счет своих способностей в этой игре то есть в чем вообще идея ты же играешь с людьми в сетевую чтобы ну тебе было сложнее чем с искусственным интеллектом если ты хочешь постоянно побежать просто играй с искусственным интеллектом они тебе там даже развлекают тебе там всякие сообщения шлют что там изображают что они злые или прочее тут зачем это делать тебе просто постоянно непонятно и вот я вам показываю что вот люди реально такие есть единственный единственный шанс не встречаться ну чтобы такого не было это просто записывать со всех сторон собственно свою партию но так как в случайных лобби это невозможно когда собираешься просто требовать от всех игроков чтобы они записывали партии то это конечно убивает соревновательный соревновательную часть пятой цивы и возможно так и в шестой циве тоже есть я не думаю что там какие-то античиты внедрены которые бы не позволяли игрокам делать подобного ну я вам просто вот на примере показал что чувак в двух городах нарисовал себе производство в этих двух нет а в этих двух да ну то что видимо ближе всего к англии они находятся поэтому чё а чё мне тут типа тут я буду и за хотя вот в деле давайте посмотрим 27 тут может быть 27 тут вполне может быть раз пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать тринадцать шестнадцать восемнадцать двадцать двадцать два двадцать семь а ну еще в сталь ну чё-то немножко все равно не хватает но тем не менее это хотя бы выглядит более менее реально вот так ребята вот такая фигня малята короче на этом все играйте в умные игры ну гнобите читеров если такие есть пыши это просто бред мне непонятно абсолютно зачем это делать на этом все слава украине живи беларусь всем пока любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку